Хотелось бы с темы этих дней, я думаю, последующих, ордер на арест Путина от Международного уголовного суда в Гааге. Что говорится, дождались. Вы лично ожидали такого развития событий? Я не ожидал, что так быстро произойдет. Я хочу действительно поздравить Украину, украинцев с этим решением суда, потому что это можно сравнить с серьезной победой на фронте. Это решение меняет вообще международное отношение к правителю России. Он становится международным преступником, подчеркиваю, международным преступником. И, в общем-то, которого сравнили с вождями Ливии, Кот-де-Вуара, Судана, но никак не цивилизованного государства демократического и приверженца каких-то ценностей. Это я действительно не ожидал. Я могу только выразить сожаление, что не прозвучала фамилия его подельника Лукашенко. Да, ну про Лукашенко мы сейчас поговорим. Но вот, знаете, добрые люди, кстати, привели аналогии. Вы вспомнили про Ливию, про Каддафи. После вот подобного ордера на арест он 4 месяца всего протянул. Но там его свои же и привели переговор в исполнение. Хотя, в принципе, и переговора-то не было. Был самосуд. Что касается, давайте, действительно, Лукашенко. Ну вот, не пытаясь его оскорбить. Да, есть такой термин – политическое животное. Человек, который мыслит только этим. Он жаждет к власти по Ницше, жажда к власти. То есть, действительно, белорусский самопрозглашенный президент таким является. Вот он готов на все. Но вместе с тем есть у него и понятие, наверное, о самосохранении. Как вы думаете, какова будет реакция Лукашенко на вот этот ордер на арест Путина? Ну, во-первых, политическое животное – ничуть не оскорбительный термин. Поэтому я как раз бы сказал, что здесь просто-напросто это животное, которое пожирает всех вокруг. То, что происходит сегодня в Беларуси. И будет пожирать своих тоже. А реакция Лукашенко, я думаю, будут истерики. Будут опять то, что происходит сегодня в Беларуси. Это страшно с ней не приснится. Репрессии каждый день, аресты, избиения, задержания жесткие очень. Пытки в тюрьмах. Это ежедневная реальность. Я думаю, что истерика будет выливаться вот в это, потому что страх. Потому что вот это показатель просто… Вот здесь животный страх. И вы правы, что инстинкт самосохранения – это тоже инстинкт. Это не рациональное что-то. Это то, что человек сродни животному, цепляется за власть. В данном случае не за какие-то важные вещи для жизни, для собственной личности, а именно за власть. Для того, чтобы сохранить и жизнь, и определенную роскошь, в которой все диктаторы привыкли жить. Конечно, это будет… Это серьезный сигнал ему, и я надеюсь, что этот сигнал получит в скором будущем реальное такое воплощение в таком же ордере. Потому что Лукашенко… Различные международные инстанции, организации говорили о том, что Лукашенко совершает преступления против человечности намного раньше, чем начали обвинять Путина в военных преступлениях. Поэтому, я думаю, он заслуживает такого же «признания», в кавычках, как и Путин. Может нас, Лукашенко, как-то удивить? Вот как-то извернуться и попытаться опять вернуться на какие-то, может, сепаратные переговоры, может, с Европой, а может быть, вот в Китай он ездил, в Тегеран он ездил. Я не говорю сейчас о том, что он в апреле опять едет в Москву, это отдельная тема, да, но вот может он как-то извернуться и все-таки из этих вот таких цепких объятий России как-то попытаться, ну вот, и сказать, «Да нет, я всегда был за Украину, я всегда был против войны». Ну, мне вот умиляет желание увидеть в Лукашенко что-то такое, что может восприниматься как положительный элемент политики. Да нет, конечно. Я думаю, Украина обожглась очень серьезно на том, что верила и влюблена была в Лукашенко и поверила тому, что не будет нападения. Нападение как раз произошло с территорией Беларуси. Более того, я хочу подчеркнуть, что если бы режим Лукашенко не удержал свою власть силовыми методами, методами насилия в 2020 году, никакого массового вторжения в Украину не было бы. Ну, просто не было бы. Без этого плацдарма, который полностью контролируется Кремлем с помощью Лукашенко, просто Путин не решился бы на более массовую, более массированную агрессивную войну. Он будет изворачиваться, конечно, да. Вот эти все поездки, это не следует считать, что это политика. Это его вызывают на ковер для каких-то своих цен. Это абсолютно не самостоятельная политика лидера или правителя даже, который заботится о национальных интересах, который заботится о независимости государства. Это метание диктатора, который ищет поддержки, прежде всего денежной, потому что денег не хватает, деньги нужны прежде всего на силовиков, никак не на экономику, для того, чтобы поддерживать вот эту атмосферу страха, атмосферу практику репрессий и так далее. Поэтому, да, будет он дергаться, будет пытаться изворачиваться, но никак не поменяет ни свое натрое, ничего. Но все-таки уже, извините, просто даже стыдно говорить, сколько лет оно власти, уже скоро 30 лет. Субтитры создавал DimaTorzok